Казбек. Кличка Казбек была. На своем жеребце Казбеки Анатолий Гаврилович прошел всю границу при Амуре с Китаем. Почетный ветеран Амурского погрануправления в августе 1945-го со своей маневренной группой первым вошел в оккупированный Сахалян, переправившись через Амур из Благовещенска. Там встречали население. Некоторые с радостью встречали нас. Отъединились с угощениями. То есть общались мы очень хорошо. Взвод, которым командовал Колпиков, должен был зачистить территорию от японских интервентов. Захватчиков в Сахаляне оставалось немного. Противник сосредоточил свои силы на границе села Паярково и Константиновки. Китайцы активно помогали нашим солдатам. Показывали, где прячутся враги. Брали в руки оружие и шли в бой. Японцы боялись советских воинов. Многие, не дожидаясь плена, покончили жизнь самоубийством. Это бывший служитель японской администрации. Вот чувство ответственности на свою деятельность в прошлом. Взял себе этот характер. Разгром японской квантунской армии поставил точку в самой кровавой войне 20 века. Даже генералиссимус Сталин назвал 9 мая днем победы над Германией. Но окончательно Вторая мировая завершилась именно с момента капитуляции Японии. Завершение войны это все-таки окончательная победа. Вот уже поздравляю с победой над Японией. Он говорил об окончательной победе. Об окончательной победе и об окончании войны. И пожелал всем соотечественным меры процветания. В день освобождения Сахаляна ветерана Колпикова пришли поздравить коллеги из погрануправления, общественные деятели, представители правительства области и администрации областной столицы. Анатолий Гаврилович единственный в Благовещенске, кто остался в живых из участников событий августа 1945-го. От имени и по поручению губернатора Амурской области Александра Александровича Козлова поздравляю вас с вашей знаменательной датой. Спасибо большое передаю за ваш ратный подвиг и долгих лет хорошего здоровья. Живите долго, радуйте нас и учите нашу молодежь быть именно таким, как вы. Спасибо. Анатолий Гаврилович отмечает День Победы дважды 9 мая и 10 августа. В этом году ему исполнилось 96 лет. Подполковник в отставке стал примером и гордостью Амурского погрануправления ФСБ России. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.